Первые уроки, первые пятерки и первые двойки. Через все это ребята проходят вместе с первым учителем. Для сотен ивановцев Людмила Каманина стала проводником в мир знаний. Вот уже почти полвека она работает учителем начальных классов. Дети – это все, что есть в жизни у Людмилы Петровны. Так она сама говорит о своей работе. О том, что хочет посвятить жизнь образованию, задумалась, когда сама еще сидела за школьной партой. Ну, очень я любила свою учительницу начальной школы в то время. И она для меня оказалась примером хорошим. И тогда еще в восьмом классе мы выпускались. Я ходила пионер-вожатой к ней, тетрадь брала дома, уже проверяла. То есть это был выбор, ну, совершенно обоснованный. За те полвека, что Людмила Каманина провела в школьных стенах, учебный класс стал для нее вторым домом. Быть наставником для самых маленьких учеников – выбор осознанный. Признается, что со старшеклассниками, наверное, не справилась бы. А вот знакомить детей с правилами русского языка, литературой и счетом удается вполне успешно. Тут вот вопрос такой спорный. Легче с кем? Со взрослыми или с маленькими детьми? Ну, это дети моего возраста. То, что я принимаю. Вообще, я люблю очень детей первого класса. Безумно люблю детей первого класса. И с большой душой с ними работаю. В классе у Людмилы Петровны 30 учеников. Все они любят и уважают своего учителя. Если после звонка педагога еще нет в классе, ребята послушно садятся за парты и готовятся к уроку. Людмила Петровна, она очень хорошая учительница. Она учит очень хорошо. У нас сначала была другая учительница, но она от нас ушла. Людмила Петровна сначала учила нас и еще учила четвертый класс. А этот год она учит только нас. Людмила Петровна очень нравится, потому что ей очень тяжело. Когда мы были в первом классе, она была и завучем, и учила и четвертый класс, и нас. А теперь ей стало немножко легче, потому что она перестала учить четвертый класс. В жизни каждого учителя наступает время, когда приходится прощаться со своими подопечными. Людмила Каманина не исключение. Отпускать детей из-под своего крыла непросто. Впрочем, когда на педсовете педагоги средней школы хвалят ее выпускников, Людмила Петровна понимает, что все делает правильно. Школьный учитель должен не только передать детям знания, но и найти к каждому индивидуальный подход. Это особенно актуально для Татьяны Беловой, ведь она работает в Кохомской коррекционной школе. Учит четвероклассник писать, считать и читать. У нас сегодня урок чтения. И мы сегодня с вами продолжаем играть в литературные игры. Давайте вспомним о на прошлом уроке. О какой литературной игре мы с вами говорили? Чтобы вспомнить, нам нужно, что с вами сделать. Куда мы можем посмотреть? В учебник или в шоколад. В тетрадочку, правильно, Саша? Отправьте свои тетрадочки. В тетрадочки по чтению. Учительский стаж Татьяны Беловой – 28 лет. 13 из них она отработала в массовой общеобразовательной школе. Чуть больше в коррекционной педагогике. В Кохомской школе для ребят СОВЗ работает с начала учебного года. До этого учила слабослышащих детей в Иванове. Вообще коррекционные школы – это особые школы. И дети здесь тоже особые. Это дети, которые приходят к нам с травмированной психикой. Это дети, которые где-то педагогически запущенные. Дети, которые хотят учиться, но по каким-то своим особенностям этого сделать в массовых школах не могут. И такие дети у нас действительно есть. В отличие от обычной школы, здесь в классе всего несколько человек. Для ребят с особенностями развития разработана адаптированная программа. Впрочем, безопытного педагога, который знает специфику работы, не обойтись. Татьяна Белова во время урока не только дает знания, но и помогает социализироваться. Каждый ребенок, солнышко, помоги ему, и только тогда он будет светить. Вот я и мои коллеги по педагогическому цеху каждодневно проводим трудную, но особую работу, при которой мы пытаемся у каждого ребенка найти вот это солнышко внутри и помочь ему светить и светиться. Профессиональный праздник 5 октября отмечают не только школьные учителя, но и педагоги дополнительного образования. В центре детского технического творчества «Новация» вот уже 7 лет работает Анастасия Калинина. Здесь она учит ребят конструировать и создавать настоящих роботов. Большая часть ребят, которые ходят в «Новацию» мастерить роботов – мальчики. В группе Анастасии все наоборот. Яркий пример того, что техническое творчество одинаково хорошо дается всем. Педагог признается, что заниматься с девчонками ей нравится. Они порой более усидчивы, быстрее схватывают информацию. Да и в мужском коллективе юным леди не всегда удается раскрыть свой потенциал. Девочки, работая в группе с девочками, не боятся высказываться. У них нет проблемы с тем, что работать в паре для них не является проблемой. Есть девочки, которым очень нравится работать именно с парнями в группах. У нас есть и такие группы, где девчонки занимаются только среди парней, там одна-две девчонки. Но именно такие группы помогают девочкам добиваться больших успехов. Дополнительное образование качественно отличается от общего. На профильное занятие дети приходят заинтересованными. С ними можно пофантазировать, придумать что-то действительно необычное и оригинальное. Уроки проходят в свободной форме. Даже учителя называют не по имени-отчеству, а ласково Ася. Ася очень добрая и веселая. И она так рассказывает, что с первого раза можно все понимать. Она всегда улыбается, и она каждую детальку рассказывает хорошо. Анастасия Калинина уверяет, что во время занятий не устает. С детьми постоянно происходит обмен энергией. Учитель и ученик заряжают друг друга. Если педагог любит свою работу, то он не отличается ни в школе, ни в доп. образовании, ни, наверное, даже в институте. Потому что наша задача, как доп. образование, научить ребенку гораздо большему набору компетенций. То есть я на робототехнике должна научить их и читать, и говорить, и высказывать себя, и при этом еще конструировать. Молодые и опытные, строгие и добрые. Учителя бывают самыми разными. Всех их объединяет одно. Искренняя любовь к детям и неподдельное желание помочь каждому стать умным и уверенным в себе человеком. Максим Серебряков, Денис Денисов, Антон Осипов, РТВ, Иваново. Продолжение следует...